вишки арсенал давайте проверим качество видеосвязи если меня видно и слышно прошу вас поставить плюсики в общем чате ага отлично ну все на часах в принципе время 10.00 по москве предлагаю начать еще раз представлю зовут меня лебедев алексей николаевич город новосибирск главный инженер проекта в компании сибирский арсенал сегодняшний наш вебинар пойдет об одной такой интересной теме называется она разработка задания на проектирование для систем противопожарной автоматики вот поэтому сегодня мы вообще не будем разговаривать несколько по поводу оборудования будем разговаривать о документации сегодня получается премьера пятой серии моего такого мини сериальчика вебинары для проектировщика для проектировщика записи некоторых вебинаров выложены у нас на сайте в разделе вебинары ссылка на сайт будет самом конце последнем слайде темы там совершенно разные если есть какие-то предложения по новым темам я всегда открыт для общения пишите до презентацию до скину потом напишите вот что я всегда говорится открыт для общения если у вас какие то есть такие вот животрепещущие вопросы по проектированию их вам хочется осветить давайте пишите давайте мне как бы тоже интересно составить тот или иной вебинар на какие то разные темы ну давайте приступим собственно говоря люди практически все зашли кто хотел время 0 и 1 минута вообще задание на проектирование это самый самый практически первый документ с которого начинается работа вот работа над проектом потом монтаж смета там еще много всего всякой разной работы но самое начало отправная точка это собственно говоря задание на проектирование вот для чего она требуется сегодня естественно мы с вами обсуждаем как оно должно быть они как она в жизни реально обстоит потому что как реально жизнь обстоит и вы хорошо представляете я представляю да поэтому немножко отвлечемся от жизни по будем ножка идеалистом так вот для чего она требуется для того чтобы перечислить требования к разрабатываемой системе дело в том что как уже заметили психологи педагоги когда человек начинает письменно оформлять заявку он делает это там не знаю то ли другим отделом головного мозга то ли еще что то с ним происходит в общем он это делает лучше гораздо потому что вот эти все от разговоры когда позвонил заказчик приедьте ко мне на объект я вам пальцем покажу что там нужно делать и расскажу это все не серьезно это абсолютно не по деловому не серьезный разговор до проектировщики они привыкли работать все таки по документам на и вот она говорит что вы проектировщики бюрократы мы хотим чтобы был порядок вот поэтому привыкли работать с документами собственно говоря ездить на объект смотреть их здание там детские сады школы общежития и подобное там что я в жизни не видел этих складов там или производственных помещений они вообще примерно одинаковые собственно говоря рассматривать те или иные здания не имея на руках никаких планировок помещений ну это абсолютно как бессмысленная задача поэтому прежде чем куда-то ехать нужно иметь хотя бы планировки помещений я уж не говорю о том что надо иметь техническое задание задание проектирование правильное название здесь вот сокращение сокращение знп да вы видите на слайде задание на проектирование мы очень часто проектировщики жаргоним и неправильно говорим говорим тех заданий и заказчики тем более как говорят ну я не считаю что это идентичные документы все таки они хоть и пересекаются где-то но это не одно и то же вот если есть как говорится гостовское правильное наименование этого документа называется он задание на проектирование то давайте мы так и будем его называть так вот первая задача формализация требований заказчика и естественно количество требований и с объемом требований да и с количеством очень часто бывают проблемы потом когда и на стадии приемки на стадии приемки проектных работ самое главное ради чего составляется задание проектирования это для того чтобы можно было адекватно потом сдать работу заказчику лучше мог принять принятие без всякой субъективности опять же процессе работы часто бывают аппетита заказчиков простым измените если это поучаствовали в тендере даже не поучаствовали в тендере заключили договор в котором есть конечно стоимость работ и в процессе выяснилось что заказчик хочется сделать чего-то в два раза больше ну значит давайте подписывать дополнительное соглашение поэтому количество требований вообще что-то там требуется она обязательно должно быть описано на бумаге техническое задание задание проектировать она вообще-то должно быть включено в договор на проектные работы которые будете заключать до заказчиком в качестве приложения номер один потому что договоров сам по себе он не содержит никаких технических требований понимаете вы говорите что написано реквизиты сторон директору вот такой таблице такого тогда действующие на основании устава сроки работ стоимость работ форс-мажорное обстоятельства там приемка работ но регида технических требований каких такой технических требований на проект на проектный договор они должны находиться в приложении номер один и называться задание проектировать вот и опять же от того что там будет написано будет определена стоимость проектных работ понимаете потому что ну конечно с точки зрения наших уважаемых заказчиков проектировщик определяет всегда стоимость работы там от площади помещения говорят вот у меня есть склады 200 квадратов сколько ты будешь стоить вот так понимаете что делать что не делать сколько систем он хочет сделать что он там хранит в этом складе лучше вопросов возникает у проектировщика у заказчика естественно таких вопросов нет поэтому для того чтобы перейти к стоимости работ необходимо увидеть задание проектировать и только после этого определив эту стоимость можно вообще разговаривать о заключении договора о проектной работе никогда не нужно штаны одевать через голову и наоборот есть определенный порядок отступление от которого грозит всегда тем или иным проблемам вообще по моим наблюдениям от 50 и более процентов ошибок в готовых системах они были сделаны еще на стадии формирования задания на проектирование то есть заказчика были запущены понятно что ошибаются все ошибаются монтажники проектировщики там бывают ошибаются до расчета нити делают но все-таки большее число ошибок оно вот как раз еще тогда когда формируется задание проектирование поэтому это серьезный документ юридический документ да но он написан там в двух гостах минимум уже в двух гостах да которые сегодня расскажу вот и поэтому к этому нужно серьезно относиться значит кем утверждается задание на проектирование естественно заказчиков потому что заказчиков это перечень требований перечень хотелок заказчика да естественно утверждаться будет именно им кем составляется вот здесь как говорится вопрос очень больной значит но по некоторым там скажем так старым да нормам естественно здание проектирование составлялась заказчиков вот сейчас я вот в новом госте семнадцатого года который сегодня буду рассказывать я увидел что там написано так что составляться может здание проектирование заказчиков либо исполнителем работы либо иным лицом тут я вот не согласен честно скажу с разработчиками этого госта по поводу чего по поводу того что когда исполнитель сам формирует задание на проектирование он сделает его так как будет невыгодно заказчику ну такова человеческая натура понимаете когда а в девять процентов случаев так она и бывает давайте заказчик так как не хочет не может не желает специалистов нету времени нету он думает что там достаточно заплатить денег и должны прийти все сделать в том числе все бумаги оформить которые он должен сделать да он не прав заказчику вопросе почему ну скажем так по ряду причин не прав почему не должен составлять исполнитель понимаете вот в качестве примера можно привести такой вот бытовой совершенно там примерно вы хотите сделать у себя ремонт в комнате до ванной комнате к примеру и приглашает специалистов кафельщиков сантехников и для того чтобы сказать а сколько это стоит узнать давно они приезжают и ты им говоришь но он спрашивает что делать то бы сами решите что делать да сами составьте тех задания смету съездите в магазин купите и все но также не бывает вы же у себя дома так не будете делать вот поэтому как говорится практика составление задания проектирования исполнительным работ она порочна несмотря на то что гост это позволяет сделать я бы никогда в жизни не рекомендовал заниматься этим когда я был заказчиком я был заказчиком в течение восьми лет своей трудовой биографии я никогда ни одного раза не позволял делать мою работу исполнителя проектировщику такого быть не должно вот ну давайте перейдем к определению сейчас такой такие времена такие нравы сожалению что понятие колеса единство определения но не в моде психологи говорят что определение личности в мировой психологии существует порядка 50 штук то есть личность она такая многогранная да и каждый видит со своей стороны вот но вот я нашел несколько определений что такое задание проектирования которые но более-менее скажем так соответствуют моим убеждениям вот они конечно разные эти определения но хотя бы они не противоречит друг другу уже хорошо поэтому но первое определение документ выдаваемый заказчиком проект организации устанавливающие основные исходные данные и требования к объекту стадии сроком проектирования хорошо второе определение перечень требований условий цели задач поставлены заказчика в письменном виде документально оформленных выданных исполнительную работу ну тоже хорошо да вот но и третье определение обязательны для проведения проектирования системы документ содержащий перечень требований к системе условия ее функционирования цели задачи решаемой системы и определяющий порядок работ по проектированию инсталляции на объекте последующих плата системы вот тут мы немножко поспорил конечно что в техническом задании должны определяться порядок работ по инсталляции а вот но тем не менее это вот три такие более-менее нормальных здравых определений с моей точки зрения если у вас есть к лице иные точки зрения то готовы тоже выслушать вот что касается противопожарных систем то требования задания на проектирование описано вот в данных двух нормативных документов что касается иных систем безопасности таких как видеонаблюдение скуд охранной сигнализации и так далее то в рамках подготовки данного вебинара я не изучал этот вопрос честно скажу если вы считаете актуальным вебинар поставлен задание проектирование для остальных систем безопасности которые только что упомянул отпишитесь в общем чате то есть надо давайте попробуем вот и так вот немного такая странная ситуация два действующих нормативных документа их проверил там по двум базам данных они оба числятся как действующие отличаются они возрастом в 27 лет ни много ни мало вообще у нас что касается нормативных документов но принято их раз в 10 лет обновлять поэтому этот индекс после черточки который идет до 90 либо 2017 это собственно говоря как раз дата выхода документа в действие поэтому очень часто встречаются госты которые вот потом там плюс 10 лет прошло там вторую циферку с конца поменяли и он заново начинает действие ну и конечно по тексту там изменение тоже было вот ну понятно что один все таки конечно иметь статус руководящего документами статус гостер я больше себя склоняюсь к первому потому что вот этот рд 90 года 25 252 952 90 он ну какой то такой более лаконичный более простой в общем сейчас скажу больше нравится что должно содержать за данное проектирование оно должно включать себя в следующие разделы общие сведения тех требованиях проектированной системе исходные данные для проектирования данные для составления проектной документации и перечень документации представляемых организацией разработчиков организации заказчиков вот но и сейчас мы соответственно более подробно рассмотрим что входит в той или иной раздел задание проектирование вот ну понятно что у задание должно быть наименование заказчика указан адрес телефон это уже как бы не обсуждается основание для проектирования но бывает разное бывает новое строительство бывает описание органов госпожнодзора бывает просто техническое перевооружение сроки подходит иногда до сроки окончания эксплуатации существующей системы тоже может быть основанием вот дальше вид строительства новая реконструкция капремонт техническое перевооружение либо расширение вот но здесь я как бы не буду расшифровывать это можно в строительном кодексе почитать чем отличаются эти стадии сроки проектирования ну когда указывает когда нет я как бы не особенно склонялся к тому что все таки задание проектирование сроки указать то что непонятно когда договор будет подписан когда он вообще начнется в принципе да те задания проектирования которые я скачал в рамках подготовки к данному вебинару чтобы посмотреть вообще что пишут сейчас госзаказчики у них там ну конкретные даты указаны вот то есть не допустим не 45 дней или два месяца до сентября по ноябрь допустим там 2000 по идее эти сроки нужно писать в договоре стадия проектированного п или для тех кто крутится в этой тематике они понимают о чем идет речь вот что за стадии перечень нормативных документов согласно которого необходимо выполнять проектную документацию вот несмотря на то что у нас нету нескольких альтернативных веток нормативных документов ну сами понимаете в основном работа делается согласно сп 5 но тем не менее в разных ведомствах есть разные наборы ведомственных нормативов которые скажем так уточняют те или иные положения поэтому естественно если такие есть их необходимо писать дальше особые условия например климат температура помещения всяко же бывает да один склад стоит у нас допустим неотапливаем склад краснодаре а другой стоит у нас сибири где у нас мороз до минус 50 бывает поэтому совершенно не одно и то же ну и прочие сведения это первый раздел был второй раздел технические требования к регулятивной системе вообще что касается разработки тех задания на противопожарную автоматику тут конечно у заказчика минимум совершенно свободно потому что все делается по нормативным документам вот он не может там захотеть сделать 10 датчиков в помещении да или там один поставить согласно тех заданий если это будет противоречить нормативным документам вот если брать видеонаблюдение либо охрану сигнализации то конечно заказчика больше свободен вот потому что это менее зарегламентировано в отрасли инженерных систем и связи с чем больше свободы действий вот но тем не менее один из таких важных моментов место выдачи сигналов систем вот оно естественно должно обеспечивать условия это место предъявляемое к пожарным постам вот к сожалению практически везде это отсутствует потому что приборы пожарной автоматики размещают где попало в подвалах в коридорах на запотолочном пространстве вот никто не хочет выделять отдельный пожарный пост требования которым изложенного полного сп 5 если сейчас не ошибаюсь это отдельное помещение площадь не менее 15 метров метров ходящих на расстоянии не дает 25 метров от выхода из здания либо имеющие отдельный выход свой собственный наличие естественного искусственного и аварийного освещения наличие телефонной связи да там перечень достаточно большой поэтому как бы вот основной момент куда это все выдавать поэтому проектировщику когда он увидит какие-то противоречия между техническим между зданием проектирования и нормативным документом ему конечно же необходимо сразу на это указать заказчику вот дальше необходимость передачи на пульт централизованного наблюдения ну понятно что по зданиям классов f1 f2 f1 1 f1 2 4 1 4 2 там обязаловка передавать на пульт мчс но по остальным как бы могут быть разные варианты уже такой заказчик может прописать это требование в задании проектирования может не прописать ну вид сигнализации проводная или радиканальная хотя потому что сейчас это очень важный момент на каком оборудовании делать способ прокладки кабельных изделий тоже хотелось бы это видеть ну и не технически требует третий раздел проектной документации это исходные данные для проектирования первое описание чертежей которые должно быть приложение к заданию проектирования вот я уже не говорю о том что почему-то сейчас большая часть таких вот выложенных в сети задание проектирования там год заказчиков они вообще не содержат никаких планировок это как бы очень плохо вообще я уже сказал самом начале что первое что хочется видеть проектировщику это планировки помещений хотя бы какие-то да я уж не говорю о том что нарисованы в специализированном направлении в печенье поэтому они должны быть однозначно эти планировки в третьем разделе указывается еще описание эти чертежи вот перечень дополнительных документов например таких предписаний органов госпожнадзора какие-то там протоколы акты может быть замера уровня звукового давления ну и подобные документы вот характеристики описание защищаемых помещений вот это крайне важная таблица которая вот крайне крайне редко встречается задание но так я стараюсь делать так чтобы все-таки она была вот каждая строчка или таблица она описывает определенное одно помещение описывает соответственно значит наименование помещений до необходимо чтобы в первом столбце площадь высота помещений категория взрыво-пожарной опасности ну здесь написано отраслевые научные отраслевые нормативы технологического проектирования 2486 они уже не действующие сейчас данный момент категория пожарно-зрыво-пожарной опасности она определяется сводом правил 12 . 13 130 вот но шире от этого не поменялось категория как она была впервые введена в 1939 году в ссср так собственно говоря с того момента особенно ничего не поменялось в определении категории пожарный взрыво-пожарной опасности класс зоны по пулю ну вы тоже понимаете о чем это идет речь или у нас там либо взрывоопасны до помещения скорость воздушных потоков конечно не знаю на что это влияет но наверно что на что-то влияет раз если относительная влажность предела температуры помещения степени огнестойки строительной конструкции тип вентиляции либо указывается здесь она принудительно либо естественно приточная вытяжная там что есть наличие вибратость вибрации запыленность наличие дым агрессивных средств вот если я так понимаю помещение относится категории складских либо производственных то есть имеет категорию по пожарно-зрыво-пожарной опасности то указывается еще и наименование пожароопасных материалов и способ их хранения вот так же первичный признак пожара с точки зрения заказчика дым тепло либо пламя ну и дополнительные требования системе вот собственно говоря то что проектировщик должен видеть создание проектирует тогда все остальное аудио визуальная информация получена на объекте она уже будет вторично первично будет то что написано перечень чертежей планов помещения вот очень интересно такой пункт скажем так я уже сказал что в большинстве задания проектирования нету ничего даже даже планировал бы ты не что является сущим безобразием а вот государство в лице разработчика данного нормативного документа считает что быть такого не должно что должны быть все необходимые чертежи не только планировки бы ты его также чертежи описаны на данном слайде это генеральный план здания дальше чертежи архитектурно-строительные так называемые аэровские чертежи планы разрезы с указанием размеров элемент конструкции клик баллов колонн вот почему нужно от этого уже больше но отвыкли до проектировщики что нам всю информацию дают поэтому и скажем так результат итоговое качество страдает и потому что проектировщики такие потому что им информацию да я вот здесь буквально неделю-две назад смотрел вебинар родной проектировщики которая ведена на преподавателей проектировщица который рассказывал какие были у то не проблема один раз при размещении спринклеров системы водяного пожаротушения когда и дали несколько неправильный архитектурно-строительный план помещения что они там некоторые спринклеры попадали на я к сожалению я не архитектор не скажу как называется с точки зрения архитектуры этот элемент в общем это площадка выступающая из верха колонны собственно говоря на которой лежит лежат плиты да собственно говоря вот этих вот элементов не было они там разместили спринклеры при том что там не должно было быть потом пришлось все это переделать поэтому это как бы очень важные моменты про балки вообще молчу балки сами понимаете они даже для остановки пожарных извещателей крайне важно дальше чертежи вентиляции я надеюсь к чему я клоню понятно зачем нужны чертежи вентиляции один из частых вопросов вообще претензий пожарных инспекторов по поводу размещения пожарных извещателей это расстояние не выдержанное расстояние между элементами вытяжной либо приточной вентиляции и пожарным извещателем который согласно сп 5 должно быть не менее 1 метр соответственно если у меня нет чертежей вентиляции каким образом я могу определить где можно ставить где нельзя естественно не должны быть дальше короба вентиляции они тоже сами понимаете имеют конечный размер иногда очень немаленькие бывают и по два метра шириной эти короба иногда даже под коробами приходится ставить дополнительные извещатели образуется площадка отступающий от оси потолка как вы помните там расстояние более чем 0 4 метра вот поэтому чертежи вентиляции нужно дальше чертежи электросвещение особенно это касается помещение с подолками типа armstrong да не только их для того чтобы можно было нормально расположить те же самые домовые пожарные извещатели на ром строге необходимо понимать где будет стоять светильники размере привязки светильников должны высота подвес вот крайне сложные бывают проектирование размещение при в разных дизайнерских помещениях для там ресторанов кафе и так далее светильники бывают чуть ли не пяти видов самые разные на разной высоте разного цвета на какие-то вырезанные в потолок какие-то один на висящем поэтому это все по идее нужно учитывать чертежи прокладки трубопроводов и кабелей иных систем соответственно вентиляции электроснабжения и так далее но сами понимаете для чего они нужны для того чтобы нам не попасть на эти кабели не продумать там коридор такой же в точности коридор имеется ввиду высота размещения наших кабелей чтобы они попали на другие на чужие кабель вот те же фальшколов подвесных потолков также конструктивные чертежи технологического оборудования подлежащего защите и при необходимости других инженерных коммуникаций а также чертежи помещения автономной охраны для размещения пкп план разрез для того чтобы можно было понимать где на такой стене и как размещать прибор вот но также и не чертежи то есть как вы видите разработка задания проектирования то еще дело заказчик может сказать а что он будет тогда делать проектировщики если я сейчас за него все сделаю ничего подобного дело в том что успех той или иной операции процентов на 90 зависит от степени от качества подготовки этой операции понимаете и если отнестись к разработке задания проектирования спустя рукава то и проекты думаю что он будет однозначно содержать те или иные ошибки независящие от проектировщиков а зависящий только от того что не было вовремя выдана необходимая информация вот дальше следующий раздел 4 данные для составления сметной документации вот ну тут все должно быть прописано то что касается сметчиков районный коэффициент территориальный район нормативы расходов вот здесь не росли бы это областной центр и какие сборную использовать сборники цен это уже ближе вопрос к сметчикам я здесь скажу так сильно подробно останавливаться на этом не будут ну и пятый раздел скажу так перечень документации представляю разработчикам заказчику понятно что необходимо указать количество чертежей которые необходимо будет выдать потом там два три либо четыре перечень этого комплекта чертежей что было будет входить хорошо сейчас я как бы не только я да все сталкивается с тем что к сожалению но вот мы не встречали может быть вы где-то все знаете есть общероссийские нормативные документы в которых был бы перечень необходимых разделов рабочей документации до повторюсь рабочий не проекта то есть если по проекту документации можно конечно ссылаться на широко известного 87 постановление правительства до которые конечно тоже не без изъянов сделано но хотя бы что то есть то по рабочей документации вообще в принципе нету норматива который бы определял объем той самой рабочей документации что-то должно входить поэтому сейчас вот заказчики в основном они при форма при формировании задания проектирования не пишут что должно там входить туда структурная схема там кабельный журнал трубозагодавительные ведомости на при необходимости ну то есть вот именно состав чертежей дальше второй пункт необходимость выдачить чертеже электронном виде сейчас конечно уже много лет подряд заказчики как правило внедряют это требует вот то есть чтобы электронном виде был обязательно чертеж предложил редактировали бы не это считаю правильно очень вот очень правильно чтобы заказчика чертеж в электронном виде был дальше перечень заданий выдавая их разработчиков это очень интересный пункт такой который молоко молоту о нем знает о том что по результату проектирования иногда бывает проектировщик выдает задает вопросов больше чем выдал ответов что он выдает еще задание заказчику на те или иные работы ну с точки зрения проектировщика все логично дело в том что проектировщик не может в рамках одного проекта это проект организации он не может выполнить все что только можно дай коммунизм построить на в отдельно взятом объекте вот поэтому сюда есть первое это границы проектирования физические границы второе есть скажем разделы проектирования да и стадии проектирован вот поэтому все равно где-то край должен быть то есть проектирование может быть бесконечным край где-то должен быть поэтому в качестве примера проектировщики слаботочники не всегда считают что заказчиком обязан вылить розетку подключенную в которой можно включить приборы а заказчик считает наоборот о том что раз я заплатил деньги пусть проектировщик там сам что-то рисует там закладывает в смету и потом там придут монтажки что-то сделают вот чтобы ответить на их спор и определить кто из них прав кто виноват кто не прав вернее да а пока никто не виноват необходимо заглянуть куда в задание проектирования в котором что-то было прописано или не было прописано в смету на проектной работе кто занимается разработкой электрической части именно подключения слаботочник приборов то есть если это прописано было задание проектируем в смете пожалуйста пусть делает проект организации если это не было прописано значит заказ проектировщик он должен просто выдать задание на электроснабжение систем этот девятый пункт подвод линии электропитания до шкафом прибором систем которым указать сколько нужно фаз какая какая категория напряжение мощность вот такие основные параметры а дальше уже не вопрос проектировщика кто это будет делать заказчик будет делать сам своими силами либо закажет стороннюю организацию и она это приведет вот но по-хорошему это все должно быть то есть не должно остаться вопросов должны остаться только четкие задания от проектировщиков перечень которых вот мы видим 12 пунктов целых да есть на данном слайде вот то же самое допустим по проектированию там водяного пожаротушения заказчиков тоже всегда с этим бывает терки скажем так с проектировщиком кто что делает то есть заказчики засчитает если там водяное пожаротушение заказали все заказывать внутрянку то проектировщик он должен сделать все начинают получение технических условий там местного горводоканала да там противопожарный водопровод притянуть наружный имеется ввиду там противопожарный водоем создать насосную станцию там и пожаротушение внутреннее сделать ничего подобного то есть нужно сразу на берегу определяться кто чем занимается какие-то работы как допустим получение технических условий от горводоканала проектировщик даже не сможет это сделать потому что он не является заказчиком являет собственного и никто не даст это понимаете ну вот а скажем так вот седьмой пункт это за задание подвод воды естественно должен проектировщик прописать потому что откуда заказчику скажем так с его неглубокими знаниями понимать сколько нужно подать на стену пожаротушения воды там две трубы одна труба какого диаметра какой должно быть давление какой-то нормативный расход байда уже должен понимать что хватит воды или нет пожаротушения то же самое допустим задание устройства заземления необходимо системы занимает или нет проектировщик должен это написать либо он должен отметку сделать в проекте тоже тема не требует заземления . либо если он требует заземления значит должно быть указано то есть проектировщик такой скажем так некой техническое задание да там выдает технические требования к устройству заземления чтобы потом заказчик взяв это задание и там отдав исполнителю уже по заземлению чтобы у него не было никаких вопросов вот эти вот задания они уже выдаются получается вдобавок сверх самого проекта вот но что бывает реальная жизнь в реальной жизни давайте немножко расслабимся бывают вот примерно такие же планчики которые сбрасывают заказчики которые не считают классными планчиками да потому что здесь номера помещения указываем про далеко не все даже площади иногда есть помещение и все собственно говоря вот посчитайте чего это будет у нас стоить монтаж системы таком помещении вот поэтому планировки тоже планировка вроде естественно должно быть площади наименование помещений оси архитектурную привязки можно было делать вот хорошее задание проектирования это то в котором есть конкрет конкретные и понятные требования причем с сложными техническими характеристиками то есть если допустим перейти на все-таки систему видеонаблюдения то должно быть указано не то что там проектированная видеокамера должна обеспечить четкое и хорошее определение лица нападающего да там злоумышленника или обеспечить идентификацию злоумышленника да хочется все таки видеть технические характеристики то есть разрешение матрицы камеры не менее стальки до чувствительность не ниже стальки то люминов угол обзора такой-то температурные пределы такие то то есть конкретные понятные требования которые можно будет взять и по ним найти или не найти бывает такое да оборудование отвечающие именно этим требованиям вот дальше нету лишней воды нету кучи кучи всякой этой информации которая абсолютно непонятно зачем для чего указано нет вот лишних вот этих литературных оборотов которые иногда пишут заказчики там система должна быть выполнена на высоком технологическом уровне с применением самых современных технологий да вот или вот недавно там прочитал размещаются согласно нормативным документам для защиты объекта учитывая вероятностный характер возгорания процесс его развития во времени с учетом горючица материалов защищаемых помещений ну то есть разработчик это данного здания проектирования просто условно говоря умничает да не нужно этого делать вот ну и естественно определенная доля иронии есть в этом утверждение о том что по хорошему здание проектирования можно прямо идти делать монтаж вот конечно же нет но если такое желание возникает то конечно это уже хороший тех заданий ну вот ну теперь вкратце немножко о гостем 57 839 2017 отличие дополнения от р.д. которому только с вами говорили он уже содержит 12 разделов и 28 подразделов требований здание проектировано 5 разделов из 12 не являются обязательными но здесь не обязательно это 6 по 10 они выделены здесь курсивом на слайде да а по сути это требования те же самые общие сведения значения исходные данные перечень нормативных документов да есть технические требования к проектированию системы ну и также требования к смертной документации и требования к документации подлежащей разработке передаем заказчику результатом проектировать то есть по сути из обязательных разделов из 7 обязательных разделов то же самое все что в р.д. 90 года добавлены конечно не обязательно не раздела такие как там экономическая эффективность хотя вот сложно мне представить экономическая эффективность тех заданий должна быть для проектировщика да по организации строительства вот ну тут тоже как бы сложно сказать потому что есть отдельная документация называется пост проект организации строительства да и она как бы имеет достаточно такое опосредованное отношение кто рабочая документация кто идет речь ну требования по эксплуатации обслуженный ремонт вполне возможно да включить действительно раздел здание проектирования потому что если есть определенный набор требований у организации заказчика да куда нам вопросу почему бы это не писать вот поэтому как бы получается все таки один норматив дополняет другое уже хорошо да можно использовать и то и другое но 1 90 года он как-то более понятен там с примерами какими-то с образцами которые можно скачать и собственно говоря вполне если один раз прочитать это норматив то вполне нужно самому составить ну смотрите значит мои контактные данные есть на данном слайде я обещал на сайте есть записи предыдущих вебинаров вы можете их при желании посмотреть данный вебинар